В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня», мы продолжаем выпуск, в студии я, Александр Гурарье. А последнее время в прессе, на телевидении в Израиле появились многочисленные публикации о том, что вдруг ни с того ни с сего равенадские суды начали требовать от людей, которые вступают в брак, в основном это касается новых репатриантов, подтверждения еврейства. Причем не просто подтверждение еврейства, а делать тест на ДНК. Это вызвало новую волну, так сказать, наших бьют, вот русских гнобят. Сейчас, тем более в преддверии выборов, радостно подхватили эту тему некоторые депутаты или кандидатов депутата от целого ряда партий. Что же происходит на самом деле и как с этим бороться? С этим вопросом я обращаюсь к адвокату Илье Вайсбергу. Илья, добрый день. Добрый день, добрый вечер. А что это вдруг, они накануне выборов все равенадские суды как с цепи сорвались и стали требовать подтверждения еврейства? Наших бьют, спасите. Наших бьют, спасите. Действительно, вы правы. Давайте мы с вами... Право, что бьют или право, что спасите? Право в том, что вы поднимаете очень важную тему. Потому что тема действительно заслуживает внимания. Тем более, что мы в последнее время слушаем это на телевидении, как на израильском, так и на русской улице. И во всех средствах СМИ. Значит, откуда растут ноги? Ноги растут примерно с 2000 года. Когда технологии медицинские и всевозможные технологии достигли такого уровня, что генная проверка крови стала действительно позволять со стопроцентной уверенностью... Ну, не со стопроцентной. Я сейчас объясню, почему не со стопроцентной. Практически со стопроцентной уверенностью сказать родственные связи между людьми. И найти тот самый замечательный еврейский ген, который пальцем не раздавишь. Это разные вещи. Еврейский ген это отдельно, а кишрей-миш-паха, то есть семейные связи, это другое. Так вот, значит, когда уровень технологий медицинских дошел до такой степени, сработал старое доброе правило, существующее в гражданском процессе, аре-ая-това-бай-отер, то есть правило лучшего доказательства, которое в гражданском процессе говорит, да и в уголовном тоже. Когда есть возможность обосновать судебное решение и привести, использовать в процессе самое лучшее доказательство, то зачем ломать копию, зачем требовать от людей доказательства как-то фотографии или документы или еще другое, когда можно провести действительно просто генную проверку крови. И она стала в те годы очень доступна с точки зрения и технологически, и по деньгам. И сказали, давайте будем использовать ее для того, чтобы... Секундочку, то есть вы хотите сказать, что это не какое-то там самодурство, и, так сказать, козу делают русскоязычные патриарм. Это разбитие, секунду, 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 секунду. А это наоборот как бы облегчает ситуацию. Мы же знаем, что, как говорил великий русский, значит, премьер-министр, значит, хотели как лучшее получилось, как получилось. Так вот, когда это все произошло, вдруг начали действительно бить тревогу, в частности и религиозные партии, что слишком доступно, слишком просто, слишком легко стало делать действительно генную проверку. Дело доходило вплоть до того, что можно было по интернету заказать РК, вот этот вот комплект небольшой, сделать слюну, там послать, и вам по интернету назад говорят, допустим, есть у вас связь с этим человеком, генная связь или нету. Значит, и поэтому на сегодняшний день, и поэтому в те годы, а именно мы говорим о 2000-м годе, году, годе, был принят закон в Израиле, который так и называется, Хогбдикагенетик, то есть закон о генной проверке крови, который говорит, что генная проверка крови будет считаться доказательством при наступлении трех обязательных условий. Первое. Только суд по семейным делам имеет право направить людей на проверку, только специально мусмоход, то есть специально имеющий право, лаборатория имеет право сделать такую проверку, лицензированные, которые получили разрешение и специальную акшарату, и специальное обучение правительству получили право делать эту проверку, и только после этого опять-таки дело возвращается в суд, и на основании этого суд принимает решение. И только тогда данное решение является доказательством, которое обязывает и МВД, и всех остальных, и всех остальных, и всех остальных. Почему, да, приняли это дело? Почему? Потому что очень часто использовалась данная проверка действительно для того, чтобы доказать отцовство ребенка, допустим, оспаривалось отцовство. Или, допустим, человек не мог доказать, что он, допустим, является сыном того или иного человека, который является гражданином Израиля. А мы знаем, что по закону о гражданстве Израиля, при рождении ребенка, если один из его натуральных родителей был гражданин Израиля, то практически автоматически и ребенок получает гражданство. Если вообще существует атомация Бомешпата Израиля, то есть в израильском праве, то это один из немногих случаев, когда ребенок тоже получает израильское гражданство. И в принципе дело-то хорошее, потому что действительно раньше, я вот даже помню еще, когда мы учились, как доказывали отцовство, допустим, человек говорит, это мой отец, или чтобы не было таких детей лейтенанта Шмидта, надо было принести, я не знаю, вплоть до свидетельских показаний, или, допустим, выписки из книг, фотографии или еще что-то. Сейчас это ничего не нужно делать. Ну то есть в принципе это все были косвенные доказательства, да? Абсолютно косвенные, совершенно верно. Абсолютно верно. Совокупность косвенных доказательств давала основание суду принять то или иное решение. Допустим, установить отцовство или нет. И были судебные ошибки, естественно. Данная генная проверка исключает на 100% судебных ошибок. Но религиозные партии, принимая закон в нашем Кнессете, сказали, ну вы же понимаете, 100% не существует, только Бог знает 100%. Все остальные приближаются к абсолютной истине. Поэтому в Израиле пишут не 100% проверка, а обычно прямо мы когда получаем заключение из лаборатории, пишут 99.999% вероятности того, что они либо семейная связь, либо отсутствуют семейные связи. Но это курьез, но тем не менее он существует. Теперь, значит, в 2000 году только светский суд, только суд по семейным делам получил такое право, на что религиозные партии обиделись и сказали, а мы что, рыжие что ли? Давайте и мы тоже равинские, вернее не равинские, а религиозные суды тоже получим разрешение направлять на эти правила. Как то равинские суды, как то исламские суды, шариатские суды, как то и православные суды. У нас же ведь есть все конфессии, которые разрешены законом, там они имеют свои судебные инстанции. Ну и вот, значит, почесали репу наши законодатели и приняли в 2008 году такую поправку. И все было нормально, как бы ничего нового в этом нету. Вот секундочку, секундочку, вот я же и говорю, мы же ведь отрыли там агавк выборов, то есть мы вступили на тропу выборов. И естественно... И кто громче крикнет «спасите», тот победил. И естественно, что на сегодняшний день любой скандал, который, может быть, два-три года назад прошел бы и незаметно бы, он на сегодняшний день оголеннее воспринимается всеми депутатами или кандидатами в депутаты. И естественно, все пытаются поднять вот такую, ну скажем так, в хорошем смысле слова, жареную тему. А вот теперь серьезно. Действительно, ешь дворим бы го, то есть существует такая вот диспропорция, дискриминация, я бы даже сказал в самом худшем проявлении этого слова, того, что на сегодняшний день как Равинские, так и другие суды, наверное, вернее не они, они-то просто принимают решения, а те, кто язамим, то есть вот инициируют эти процессы, они все больше и больше играют на том, что вот на слабых слоях населения, отчего греха таить, пока еще русская улица, но пока еще мы слабее. Потому что действительно, у меня, к сожалению, нет вот стопроцентной такой вот цифр таких, но действительно я по своей работе, ну никогда не встречал, что выходцы, допустим, из репатрианта из Америки подвергались таким требованиям доказательства еврейства посредством генной проверки. Это, наверное, я не знаю, чем это объяснить, может быть, потому что нас много, и количество случаев таких, оно более требует доказательства. Нас много, но мы слабее, да? Да. Интересно. Вот. Ну, это действительно существует, Александр, а закрывать на это глаза нельзя, не стоит, и вот это очень обидно. А тем более, конечно, сейчас политические партии разыгрывают эту карту до конца очень умело, очень грамотно. Леон, секунду, я не понял. Давайте. То есть вы хотите сказать, что с одной стороны ничего экстраординарного не происходит, то есть эта система существует с 2000, после поправки, с 2008 года. Она существовала и раньше. Неважно, с 2008 года, когда внесена поправка. С 2000 года официально, а с 2008 года была поправка, которая дает возможности религиозным судебным инстанциям. Да. Так вот, и все как бы идет, как идет, и нет никакого, так сказать, обострения, никакого последний год или сколько. Сейчас вот начали публикации, что там какой-то женщине заставили делать эту самую проверку генетическую, когда ее дочка выходила замуж. То есть это всех заставляет? И вы в то же время говорите, нет, не всех вот американцев не заставляет. Я потерялся. А, нет. Действительно, мы говорим о стандартнейшей ситуации, когда молодая пара в Израиле хотят заключить брак посредством раввината. Не раввинского суда, раввинат это разные вещи. Раввината. Они прежде всего обязаны получить два судебных решения от раввинского суда. Первое, это абдикат Ягдуд, то есть действительно, что они являются евреи и имеют право заключить брак по еврейским законам. И второе, это абдикат Рыбакуд, то есть что они, допустим, либо они Рыбаким. То есть являются свободными. Нет, нет, нет. Женатыми, замужними и так далее. Несвободными, это очень важно. А Рыбак это мы переведем как холостые. То есть холостяцкую проверку и проверку на евреист. Это стандартнейшая ситуация. То есть это, значит, вот эту проверку, эти документы должны представить все, неважно, из Туниса, из Марокко, из 100%. Но когда приходит пара, допустим, простая израильская пара, которая, значит, второе, третье поколение израильтян, естественно, им задают вопрос. Папа с мамой раввинатским браком. Где заключали брак ваши родители? Да вот тут в соседней синагоге. Да, в соседнем раввинате. Да, есть доказательства этому. А где похоронены ваши дедушки и бабушки? Да вот там-то и там-то и там-то. То есть раввинский суд в данном случае исходит из того, что, да, во время похорон, видимо, были там проведены еще их дедов и прадедов проверки, как и где их хоронить. То есть уже есть доказательства. То есть это прецедентное право. То есть раз было принято тогда решение, что они как бы евреи и лежат на еврейском кладбище, то нет никаких оснований сомневаться в их детях. Конечно. Теперь поскольку пришли, мы сейчас говорим уже о детях, которые родились в Израиле, из нашей Алии, которые уже родились в Израиле, и вот сейчас они хотят делать, допустим, заключить брак, они вынуждены обратиться для того, чтобы получить вот это вот подтверждение еврейства. И тут начинают им задавать стандартные вопросы. А где похоронены, допустим, ваши бабушки и дедушки? А у меня там в Питере похоронен, а на каком кладбище? То есть как бы вопросы-то они стандартные возникают. И вот тут как бы они, то есть равы те, которые вынуждены подписать вот это вот вертик. То есть на стандартные вопросы получаются нестандартные ответы. Ситуация нестандартная. А каким браком сочетались ваши родители? А они вот там в городском ЗАГСе, город Глорио. Почему? Потому что на тот момент только это и было возможно в той стране совершать браки. У нас же не было религиозных браков в бывшей СССР. И поэтому вот те вот вопросы, которые возникают, да они раньше возникали. Это не новая тема. А почему скандал? Ну вот скандал, потому что я еще раз говорю, что да, из-за выборов. Из-за выборов. То есть поэтому я с самого начала сказал, что надо отделить тему юридическую, которая всегда существовала. И да, вот я еще раз говорю, поскольку Алия огромная, случаи частые, и это раздражает. Это раздражает. Вот может быть вот этот вот момент кипения, раздражения совпал как раз вот с этими выборами. И вот наша русская Алия на сегодняшний день чего греха таить? Почувствовала силу. Все-таки у нас уже не один и не два члена КНЕСИТа, как бы русскоговорящих. А какая-то вот уже вот наступает точка кипения, которая с одной стороны позволяет отстаивать свои интересы, с другой стороны в какой-то момент людям начинает раздражать, уже надоедать. Ну сколько можно в конце концов? У нас там уже есть поколение, которое умерло в Израиле. То есть как бы вот, ну а что вы продолжаете рыться-то? Что вы продолжаете там копаться? Потом, естественно, многие люди, естественно, действительно многие люди это воспринимают как оскорбление. Это очень неприятно. Это очень неприятно. Я вот вспоминаю себя. Ну да, люди, которые там в Советском Союзе жили, в общем-то, и зачастую страдали антисемитизмом. А теперь они даже доказывают, что... А тут надо идти к Краву на поклон, не Краву, а Кравинскому суду на поклон. Докажи, что ты, значит, еврей. И вот тут начинается там, стебаться начинает. А как вы будете проверять меня? По каким параметрам? По каким параметрам, да. Ну, это действительно обидно, это действительно серьезно. Но все-таки, Илья, секундочку, но все-таки, с одной стороны, то есть, вот за что я люблю адвокатов. Они всегда говорят очень много, очень красиво, но в то же время, как можно понять и так, и так. То есть, я сейчас попробую, как говорится, интернет-языком с точки зрения тупого юзера. То есть, с одной стороны, вы говорите, что эта процедура стандартная. То есть, все люди, которые вступают в религиозный брак в Израиле, они подвергаются вот этому опросу. То есть, они должны представить ответ. Значит, поскольку наши с вами бывшие соотечественники представляют нестандартные ответы, потому что они не могут сказать, что вот мои родители сочетались браком вот в этой синагоге за углом, да, то к ним начинается дополнительный вопрос. То есть, вроде все как бы по закону, все кошерно, все прекрасно. Но в то же время вы обронили фразу, что репатриантов из Соединенных Штатов не заставляют проходить генетическую экспертизу, когда они говорят, что мои родители там где-то там в Нью-Йорке сочетались браком, им почему-то верят. Верят, почему? Потому что действительно, ну как бы не секрет, что в Америке, как и во Франции, действительно существовали известные киелёд, то есть известные общины. Еврейские общины, да. Еврейские общины, они были известны в Израиле. И связь Израиля, допустим, с теми же самыми французами, с теми же самыми американцами и немцами, она была очень сильная, она была очень устойчивая. Вы приезжали туда-сюда. То есть, они ссылались на какого-то рава, которого знали здесь. Они посылали местных израильских равов туда работать. В Советском Союзе, к сожалению, такой ситуации не было. Она только стала формироваться, наверное, вот только с 90-х годов прошлого века. И пока ещё, я ещё раз говорю, я ни в коем случае никого не оправдываю. Но я как бы хочу действительно заострить внимание, что мы говорим о теме, которая мувлета, то есть она на сегодняшний день выпуклая, именно вот из-за социополитической ситуации. Только потому, что мы вступили на предвыборную кампанию. На тернистый путь выборов, да? Да, на тернистый путь выборов. Я считаю, значит, ситуация вот эта вот, то, что вот кандидаты в депутаты поднимают тему, она очень правильная. Почему бы это? Потому что, в принципе, ситуация изначально нестандартная, и надо найти решение. А принцип судопроизводства у нас в Израиле состязательный. То есть должен быть в хорошем смысле спор. Только в споре родится истина. Пускай будет спор, пускай они поднимают эту тему, пускай очень ярко поднимают тему, пускай вытаскивают такие обидные случаи. Потому что действительно, ведь не секрет, с водой очень часто и ребёнка выбрасывают. А вот эти обидные случаи, вот женщину заставили проходить генетическую экспертизу, она считает себя обиженной, она может обратиться в суд? Или у нас как бы всё-таки существует параллельная реальность? Есть равенадские суды, есть суды светские. То есть имеет ли светский суд какое-то влияние на равенадский? Значит, если мы говорим о юриспруденции, то действительно, человек, который хочет заключить брак, он обращается в равенский суд, и равенский суд выдает ему судебное решение. Допустим, мы не, то есть вы не представили необходимых доказательств для того, чтобы мы признали вас евреем. Что делает человек, который не удовлетворён судебным решением? Он обжалует его в высшем равенадском суде. И вполне возможно, что в высшем равенадском суде он сможет доказать своего вещества. Если высший равенадский суд откажет ему, он имеет право обратиться в богатств дальше. То есть юридическая ситуация существует, юридические инструменты существуют. А прецеденты есть? Нет, я таких прецедентов пока не слышал. Почему? Почему, потому что говорим о людях молодых, которые... Ну, во-первых, которым некогда, они хотят зажениться. Вот я же ещё раз говорю, люди молодые, которые, наверное, получив такой вот обидный отказ, говорят, да пошли вы, у нас есть альтернатива. У нас есть альтернатива, мы поедем на Кипр, зарегистрируем там брак. И, значит, ходите вы конём с вашим разрешением. Ну, друзья, вы знаете, я, к сожалению, с вами соглашаюсь, потому что у меня просто вот есть много друзей, вот моей дочери, это вот такие 30-летние, так сказать, Тель-Авиви, так сказать, тель-авивские жители, которые 100% евреи со всех сторон, как бы, они категорически отказываются регистрироваться религиозным браком. Они там едут на Кипр, они заключают договор у адвоката, они говорят, мы не хотим унижаться, мы не хотим подвергаться этим унизительным допросам и досмотрам. И тем самым, мне кажется, вот это вот, так сказать, как вы говорите, с водой выплёскивают ребёнка, в результате наши уважаемые религиозные авторитеты, просто молодёжь, образованную светскую молодёжь, которая, еврейская молодёжь, они просто отталкивают эту иудаизм, и они идут, как бы, становятся абсолютно светскими. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому я и говорю, что тему надо поднимать, тема очень острая, тема требует решения. На сегодняшний день произошёл перекос вот в сторону вот таких вот силовых отказать, отказать, отказать. Равинатские суды тоже должны как-то перестроиться, понять вовремя, что они действительно могут потерять, и они теряют огромное количество людей, отталкивая тем самым, в хорошем смысле слова, от еврейства. Хавали, очень жаль. Ну, смотрите, опять-таки мы всё-таки возвращаемся к 9 апреля, к выборам, да, и очень много будет зависеть от того, дорогие друзья, как проголосуете вы. На самом деле, самое главное, мы сейчас не будем агитировать, за кого голосовать, самое главное, придите, придите и проголосуйте. Потому что, как известно, проигрываем мы всегда, и почему всегда непропорциональное представительство в органах власти имеют религиозные граждане, по одной простой причине. Они дружно, стройными рядами, несмотря на непогоду, бурю, шторм, хамсин, болезнь, идут и голосуют. Приходите голосовать. Спасибо, Илья Вайсберг. Всего доброго, тема дня. Хорошего дня.